Ход специальной военной операции идёт по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, но должны освещать эту работу, боевую работу объективно. Что касается самого хода операции, я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача – выполнить, достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. Все остальные тела, которые мы собрали по городу, сначала на кладовище по улице Депутатской, так співпало, что кладовище у нас на улице Депутатской зберегалося. А потом, которые собрали тела убитых по улицам и тротуарах, мы сразу поднимали и через соответствующую процедуру спрямовали до центрального морга в городе Киеве. Уже была такая возможность. И я уже говорил, что станом на сегодняшний день 403 тела убитых, померлих в городе Буче. Сейчас в колл-центр нашей городе поступило 16 заявок про то, что граждане пропали безвязи и протяжении их родителей не могут выйти с ними на связок. И мы маем надежду и хотим, чтобы в конце результатов мы констатировали, что они действительно где-то переховываются и не могли, что они живы. Но, скорее всего, что, на превеликий жаль, их доля, наверное, будет такая, как и этих 403 граждан, которые мы потеряли. Но сегодня мой коллега, мер города города Тячева, телефонуя и говорит, что тебе привезти в город. И прямо аж такая трехвилинная сцена была, когда ему сказали, что мне нужно порядка, как минимум, 300 деревьяных гробов и с крестами, винками и всеми іншими ритуальными вещами, чтобы проводить захоронения. Потому что мы не были готовы к такой количеству, объективно, и то, что есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...